Здравствуйте! Выпуск новостей на канале Заречной в студии Анны Литвинова. И вот о чем я и мои коллеги расскажем вам сегодня. Ценности остаются неизменными. Заречный отметил Международный день семьи. У нас в городе очень много семей, которые прожили долгую счастливую жизнь. Которые через годы пронесли любовь и взаимопонимание. Которые воспитали замечательных детей. В 175 560 рублей зареченцы продолжают жертвовать деньги на строительство храма Рождества Христова. Сейчас собираемся силами для того, чтобы начать строить стены. Но на месте мы не стоим. Главное желание. Воспитанница вокальной эстрадной студии «Десерт» прошла кастинг на участие в Международном детском творческом проекте Госкорпорации «Росатом». Мы с Анной Александровной принимали участие в этом проекте, вернее в кастинге этого проекта еще год назад. Но тогда я не прошла. И вот мы решили еще раз попробовать. Подробнее об этих и других событиях. Заречный отметил Международный день семьи. Для детей и их родителей в честь праздника в Доме культуры и дружбы прошел творческий концерт. На котором четырем зареченским семьям вручили почетные знаки главы города за достойное воспитание детей. В торжественной обстановке Олег Климанов вручил также жилищные сертификаты семьям, в которых в течение первого года брака родился ребенок. А семья Трушниных, которая стала финалистом областного фестиваля «Успешная семья», была отмечена отдельным денежным сертификатом. Подробности в первом материале выпуска. Общим танцем мам и дочерей началось празднование Международного дня семьи в Доме культуры и дружбы. Участниками торжества стали семьи, прожившие долгую жизнь, молодые семьи Заречного, а также одни из самых достойных семей микрорайона, где расположен ДК «Дружба». Крепкие семейные традиции – это то, чем по праву может гордиться наш город. У нас в городе очень много семей, которые прожили долгую счастливую жизнь, которые через годы пронесли любовь и взаимопонимание, которые воспитали замечательных детей. Я думаю, что мы должны и нашу молодежь учить мудрости понимания семейной жизни. В этом году четыре семьи Заречного были отмечены почетным знаком главы города за достойное воспитание детей. Награды Олег Климанов вручил семьям Аверьяновых, Балясниковых, Бутенковых и Кузьминых. Также глава Заречного вручил жилищные сертификаты молодым семьям, в которых в течение года после заключения брака родились дети. Дополнительное финансирование в этом году выделено 18 семьям. У нас двойная радость. Мы в этом году получаем два сертификата жилищных. Молодая семья и рождение ребенка в первый год брака, который вот сегодня сертификат включили. Отдельной благодарностью и сертификатом-номиналом в 20 тысяч рублей была отмечена семья Трушниных, которая в этом году стала финалистом областного фестиваля «Успешная семья». Секрет счастливой семейной жизни, по мнению Трушниных, прост. Взаимопонимание, чувство верности, где-то в нужный момент уступить, где-то пропустить что-то. На этом и строится вся наша семья. На празднование Международного дня семьи были вручены также благодарности от Дома культуры «Дружба». Их получили семьи, чьи дети занимаются в творческих коллективах ДК, добиваются высоких результатов в учебе. Уже несколько лет Дома культуры «Дружба» традиционно приглашает все свои семьи, которые на протяжении творческих сезонов трудятся вместе с своими детьми у нас в нашем доме. Мы чествуем семьи тех, кто достойно воспитал детей. Мы чествуем семьи тех, кто в своей семье чтит семейные традиции и все, что связано с семьей. Благодарственными письмами от Дома культуры «Дружба» были отмечены шесть семей. Еще семь семей были награждены благодарностями детских образовательных учреждений микрорайона. Алина Храмова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» началась подготовка к празднованию 59-летия города. Традиционно в параде примут участие самые юные зареченцы. Они проедут колонны по площади Ленина в колясках и на велосипедах. Для участия в праздники приглашаются молодые семьи с детьми в возрасте до 4 лет. Причем первые 100 человек, подавшие заявки, получат на центральной площади Заречного в день города в подарок – игрушку. Записаться в семейную колонну все желающие могут в Доме культуры «Дружба». 27 мая, практически в самом начале, в 10 утра коляски стартуют у нас традиционно и шествуют как полноправные участники торжественного шествия. Но чтобы принять участие в этом шествии, необходимо прийти к нам в Дом культуры «Дружба», зарегистрироваться, указать имя ребенка, возраст его. Если ваш ребенок находится в коляске, то коляску желательно украсить, указать имя мамы при регистрации и указать номер телефона, по которому мы свяжемся. Вам будет выдан регистрационный номер, талон с регистрационным номером, предъявив который, вы получите традиционно игрушку на память. Об организации колонны мам с малышами в ежегодном праздничном шествии сегодня речь пойдет и в программе «Вопросы есть». Новый выпуск передачи смотрите сегодня сразу после новостей. Кроме этого, специалисты городских предприятий и организаций расскажут, почему после проведения гидравлических испытаний горожанам приходилось подолгу сливать воду, чтобы из крана потекла горячая вода, где можно уточнить порядок назначения компенсации платы за капитальный ремонт пожилым гражданам, на каких предприятиях города этим летом будут организованы временные рабочие места для подростков и какое денежное вознаграждение для них предусмотрено. Об этом сегодня в программе «Вопросы есть» в 20 часов на канале «Заречный». Зареченцы продолжают жертвовать деньги на строительство нового храма Рождества Христова. Только в этом году было собрано более 170 тысяч рублей. Всего же с 2010 года зареченцы пожертвовали 18 миллионов 212 тысяч 150 рублей. Последняя выемка денег из жертвенных кружек состоялась 16 мая. Тему продолжит Наталья Елистратова. 175 тысяч 560 рублей. Такую сумму жители закрытого города пожертвовали за последние полгода на строительство храма Рождества Христова. 16 мая состоялась очередная выемка денежных средств из жертвенных кружек, которые размещены в магазинах и на предприятиях Заречного. Пока, конечно, строительство у нас стоит на месте. Почему? Потому что сейчас собираемся силами для того, чтобы начать строить стены. Но на месте мы не стоим. Почему? Потому что вы видите, наверное, что вставили окна уже в то здание, которое у нас стоит. Сейчас планируем в этом году, если по милости Божьей, начать там штукатуривание стен. Надеемся, что в этом году идем туда коммуникации. Уже есть определенные договоры по этому вопросу. Последняя выемка денег из жертвенных кружек на возведение храма Рождества Христова проводилась в ноябре 2016-го. Тогда было собрано 136 791 рубль. Всего же с начала строительства зареченцы пожертвовали на храм 18 млн. 212 150 рублей. Важен любой, даже самый небольшой вклад в общее дело. Всем говорю людям, не жалейте, пожертвуйте. Пусть это будет мало, если у вас мало. Пусть будет много, если вы богаты. Помогите. Прихожане с нетерпением ждут продолжения строительства и открытия нового храма в Заречном. Но даже в пока еще не достроенной церкви проводятся праздничные богослужения, на которые приходит большое количество православных верующих. Заречный присоединился к всероссийской акции «Май месяц здорового сердца». 17 мая в здании многофункционального центра по адресу улицы Зеленые 6 жители нашего города смогут проверить свое здоровье и получить консультацию специалиста. Будет проводиться прием врачом-терапевтом городской поликлиники. Все желающие могут измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, получить консультацию, связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для того, чтобы бесплатно проверить свое здоровье, не нужно приносить специальных документов или записываться заранее. Врач будет принимать по живой очереди. Всех желающих попасть на прием к медицинскому работнику будут ждать 17 мая с 9 до 15 часов в многофункциональном центре на Зеленые 6 в кабинете 114. 19 мая пройдет горячая линия, посвященная государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов. Школьники, их родители и педагоги смогут получить разъяснение по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Специалисты Рособранадзора и заместитель руководителя Анзор Музаев объяснят непонятные моменты, касающиеся организации проведения, содержания контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации, ее особенностей для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, минимального количества баллов для получения аттестата и поступления в УЗы. Горячая линия состоится в ситуационно-информационном центре Рособранадзора. При этом ведомство уже ведет прием вопросов по электронной почте и в социальных сетях. 19 мая с 11 до 12.00 вопросы можно будет задать по телефону горячей линии. Плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот восемьдесят четыре восемьдесят девять девять девятнадцать. Во время прямого эфира на официальном канале Ютуб Рособранадзора из ситуационно-информационного центра будет вестись онлайн-трансляция. Подробнее о процедуре проведения государственной итоговой аттестации выпускников девятых-одиннадцатых классов нам расскажет советник отдела общего образования Департамента образования Заречного Лариса Колесникова. Интервью с гостем смотрите после рекламы, а пока перейдем к другим событиям. Воспитанница вокальной эстрадной студии «Десерт» Виктория Тюрина вошла в число участников международного детского творческого проекта Госкорпорации «Росатом» «Нуклео Кидз». Ежегодно он объединяет талантливых детей сотрудников предприятий атомной отрасли из России и зарубежных стран-партнеров «Росатома». Результатом проекта является яркое музыкальное шоу, одной из участниц которого станет Виктория Тюрина. С будущей артисткой пообщалась Светлана Теплухина. Менее чем через два месяца Виктории Тюриной предстоит репетировать уже не в родном Заречном, а в творческих мастерских международного детского проекта «Нуклео Кидз». Воспитанница вокальной эстрадной студии «Десерт» вошла в число 50 школьников, выбранных строгой комиссией из тысячи претендентов в 20 городах России. Мы с Анной Александровной принимали участие в этом проекте, вернее в кастинге этого проекта еще год назад, но тогда я не прошла. И вот мы решили еще раз попробовать. К повторному кастингу девочка и ее педагог Анна Булик готовились серьезно и основательно. Мы даже не вокально готовились, а больше стихи, потому что у меня не очень хорошо получается читать стихи, поэтому вот мы очень готовили стихи. На состоявшемся в марте этого года прослушивании Виктории пришлось продемонстрировать весь свой творческий потенциал. Петь под фонограмму и акапельно, и танцевать, и рассказывать стих. Что было самым сложным? Танцевать. Ну, потому что была импровизация, то есть они включали разные треки, и нужно было переключаться. Я всегда говорю, что моя задача вот на выходе вырастить артиста, который может решить любую творческую задачу. То есть это не только научиться петь, а вот в принципе вырасти артистом. Вот я думаю, что участие в мюзикле – это вот такая высшая точка того, что должен иметь артист. Юным артистам проекта «Нуклеар Кидс» предстоит менее чем за месяц подготовить яркое музыкальное шоу. А затем ребят ждут гастрольные выступления в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сарове, Москве, а также в Венгрии. Руководитель студии «Десерт» Анна Булик считает, ее ученица непременно справится с самыми сложными задачами. Виктория с огромным потенциалом и огромной работоспособностью, и желанием, и готовностью работать. Вот это важно. Я считаю, что это прекрасный и жизненный, и творческий, и личностный опыт, и всяческий опыт. Так что могу пожелать своей ученице огромное удовольствие получить от этого процесса и достойно пройти этот путь. Проект «Нуклеар Кидс» стартует 7 июля. В ожидании отъезда Виктория под руководством своего педагога продолжает оттачивать вокальное мастерство. Светлана Теплухина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Библиотека семейного чтения сменила место прописки. Теперь ее фонды располагаются в здании Центральной городской библиотеки на улице Ленина. О новом зале семейного чтения расскажет Ксения Тризна. Одним структурным подразделением в Центральной городской библиотеке стало больше. Здесь начал работать зал семейного чтения. Торжественную церемонию открытия провели в День семьи. Уверен, что те наработки, которые у вас имеются, они будут сохраняться, развиваться, поддерживаться. И в библиотеке будет еще больше читателей. Фонды библиотеки семейного чтения, которая раньше находилась на проспекте 30-летия Победы, теперь расположены здесь. Сотрудники информационно-библиотечного объединения обещают на новом месте сохранить старые традиции. Это место, куда люди приходят не только читать, но и поговорить, отдохнуть, просто посидеть в уютной атмосфере и пообщаться с людьми, которые готовы общаться. То есть это домашняя атмосфера, это информация, совмещенная с досугом. В зале семейного чтения есть стеллажи с книгами для взрослых и детей. Самые маленькие смогут провести время в специально оборудованной игровой комнате. Сменили место прописки и все клубы и объединения, которые работали на базе библиотеки семейного чтения. Теперь они тоже будут собираться в новом помещении. Зал семейного чтения будет работать по расписанию Центральной городской детской библиотеки. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». И о спорте. Во Дворце спорта прошли очередные игры чемпионата Пензенской области по волейболу среди мужских команд. В региональных соревнованиях принимают участие 12 команд из Пензы и Заречного. Наш город представляет сборная «Старт Союз». Домашнюю игру зареченские спортсмены провели с командой Пензенского государственного университета. О результатах этого матча узнаем из следующего сюжета. Городская сборная «Старт Союз» представляет Заречный на чемпионате Пензенской области по волейболу среди мужских команд. Вместе с нашими спортсменами за победу в региональных соревнованиях борются 11 волейбольных сборных. Очередные игры в рамках чемпионата зареченцы провели на домашней площадке. Каждый из команд участников чемпионат области организовывает домашние туры. Большинство команд, которые участвуют в чемпионате, они пензенские, поэтому основная часть игры проходила в Пензе. В домашней игре соперником зареченских волейболистов стала сборная Пензенского государственного университета. Первую партию «Старт Союз» начал с четырех подряд забитых мячей. Затем ситуация на площадке постепенно выровнялась, но хозяевам все-таки удалось обойти соперника. Стартовый игровой отрезок завершился со счетом 25-22. В оставшихся двух партиях преимущество зареченских спортсменов было настолько очевидно, что у соперников не оставалось ни малейшего шанса на победу. Вторую и третьи партии волейболисты «Старт Союза» закончили с разницей в 11 и 8 очков соответственно. Мы очень рады, что в городе Заречный появилась очень хорошая команда, которая даст для молодых, для спортшколы толщок в развитии волейбола в городе Заречный и Пензенской области. Несмотря на победу в домашней встрече, наши волейболисты не до конца довольны собой. По их словам, команда существует всего год и пока взаимопонимания между игроками на площадке ощутимо не хватает. Еще не сыграны, во-первых, новых игроков очень много. Сильные игроки. Чемпионат мы рассчитывали в тройку минимум войти, то есть за первую бороться. То есть мы сейчас сыгрываемся на данный момент, чтобы на следующий год намного достойнее выступить, чем в этом. Пока Зареченская сборная на пятом месте турнирной таблицы. Сможет ли команда «Старт Союз» побороться за медали чемпионата области по волейболу, зависит от того, как между собой сыграют соперники. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой встретимся с гостем. Сегодня им станет советник отдела общего образования Департамента образования «Заречного» Лариса Колесникова. Оставайтесь на канале «Заречный». Корпус новейшего научного реактора МБИР попал в руки волгодонских атомщиков. Радиево института Минихлопина. 95 лет в передовой науке и научных разработках. Празднование Дня Победы в Атомградах. Смотрите в среду в 20.00. Я живу не только для себя. Внуки – моя радость. И даже такие проблемы, как артроз и остеохондроз, не пугают меня. Чтобы снять боль, воспаление и наслаждаться жизнью, я выбираю «Алмак-01». Победи боль с «Алмак-01». Приобретайте в аптеках «Вита» и «Фармтрейд». Редактор субтитров А.Семкин Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вспоминаю. И еще. Еще условия? Нет. Говорят, вам жить негде. Но у меня бабушка комнаты сдает. Можете у нее квартироваться. А вы, тетя Галя, выглядите зажравшейся. Для своего времени. Наверное, работаете в детской столовой. Ах ты, подстилка, солдат, прям. Маша! Прекратитель! Прекратитель! Мать Петровна, про меня говорят, что я синеглазый. Мать Петровна! Синеглазый еще? Слегонца. Только постарел. Выглядишь на свой тридцатчик. Тридцатчик. Мы возвращаемся к выпуску новостей. И у нас в гостях советник отдела департамента образования города Заречного Лариса Колесникова. Здравствуйте, Лариса Александровна. Здравствуйте. Сегодня мне хотелось бы с вами обсудить процедуру сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов. Изменилось ли что-то в процедуре сдачи в 2017 году? Кардинальных изменений у 11-классников, в общем-то, нет. А что касается выпускников 9-х классов, то в этом году, по сравнению с прошлыми, для получения аттестата необходимо сдать 4 предмета. Два обязательных – это русский язык и математика, и два по выбору. Но все эти 4 предмета должны будут повлиять на получение аттестата. Если раньше тоже сдавали 4 предмета, но влияли только русский и математика, то в этом году все 4 влияют на получение аттестата. Поэтому каждый выпускник у нас должен перейти порог, пусть даже минимальный, но аттестат получить. Эти предметы, они выбирают, естественно, сами, да, кроме русского математики, и заранее как-то к ним готовятся. Когда крайний срок, когда можно сообщить о своем выборе, или это уже известно? 9-классники свой выбор делают до 1 марта, 11-классники – до 1 февраля. То есть дети уже знают, что и когда они будут сдавать. Если говорить о едином государственном экзамене для 11-классников, хотели обязательную часть дополнить еще одним предметом помимо русской математики? Произошло ли это или нет? Ну, наверное, мы скажем, я от имени всех выпускников и их родителей могу сказать, что, к счастью, пока нет. Достаточно сдать для получения аттестата русский язык и базовую математику или профильную математику, и этого достаточно. Все остальные предметы, по выбору у нас их 12 предметов, может ребенок даже все 12 выбрать. Ну, я думаю, целесообразнее выбрать только те, которые нужны для поступления в тот или иной вуз на ту или иную специальность. Поэтому обычно по выбору 11-классники – один, два, ну максимум три предмета. Раз уж вы заговорили о математике как о базовой и профильной, возможно ли такой вариант, что как обязательный предмет сдают базовую математику, а как предмет по выбору – профильную математику? У нас практически так и есть. У нас 214 выпускников 11 классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию, из них 212 сдают базовую, то есть практически все, кроме двух, чтобы, ну, наверное, перестраховались некоторые, и 169 сдают профильную математику. А какое различие в этих дисциплинах – профильная и базовая математика? Сильное ли оно ощутимое для выпускников? А еще тема, конечно, будет математика профильная. Ее сдают те, кому она понадобится для поступления в вуз по профилю. Те, кому не нужна математика профильная, конечно, им достаточно одну базовую сдать. Хотели, я знаю, ликвидировать тестовую часть, то есть часть с выбором одного варианта ответа. Произошло это или нет? Да, в этом году у нас осталось только по иностранным языкам тестовая часть, а из всех других предметов тестовую часть убрали. А с чем это связано? Не легче ли детям выбирать варианты ответа? Конечно, легче. И вот, как мы называли это, угадайка была. То есть из четырех предложенных вариантов иногда попадали в яблочко. А теперь как это происходит? Вместо тестовой части? Теперь просто увеличились задания на части с кратким ответом. То есть уже ребенок должен подумать и свой ответ вписывать. Здесь уже угадайки быть не может. Ну и последняя, вторая часть, там уже подразумевается это задание более повышенного уровня. Лариса Александровна, вот вы нам сказали уже какую-то информацию от имени всех выпускников и родителей, да? Наверное, вы сможете дать ответы на следующий вопрос. Какие основные страхи, которые присутствуют перед сдачей государственной итоговой аттестации у родителей и учеников? Ну, вы знаете, наверное, пока не придешь уже реально в пункт проведения, на реальный экзамен, вот на самый первый, этот страх будет оставаться. Как бы мы с психологом не работали, да, как бы мы там не читали в интернете все эти высказывания, но это успокоение, наверное, придет уже, когда ты будешь на самом экзамене. Мы каждый год проводим в школах репетиционные экзамены, каждый в своей школе. В этом году даже у нас вот Пенинская область была в эксперименте, когда родители участвовали, ЕГЭ сдавали, по-моему, даже у нас министр Александр Геннадьевич Франков сдавал, попробовать себя. Ну, там, конечно, только брали одну из частей всего, всей процедуры экзамена. Но, тем не менее, чтобы почувствовали, как это все происходит. Ну, а, наверное, самое главное спокойствие, это когда уверен в своих знаниях, надеешься только на себя. Вот это самое главное. Что касается самого ЕГЭ, самой процедуры сдачи, как будет осуществляться контроль за выполнением заданий, как будет организовано видеонаблюдение, как будет доставляться материал, все организационные моменты? Экзаменационный материал привозится в пункт проведения экзамена утром. Непосредственно за полтора часа он передается руководителю пункта. Доставляется он уполномоченным государственной экзаменационной комиссии. Как правило, это представители вузов Пенинской области. И далее уже, момент начала экзамена, организаторы в аудиториях получают в штабе вот эти экзаменационные пакеты, каждый на своей аудитории, и раздают по количеству выпускников, присутствующих в данной аудитории. Видеонаблюдение у нас уже не первый год. Пока все, в общем-то, спокойно. Дети порой даже и перестают замечать это видеонаблюдение, когда работаешь. Когда у нас ЕГЭ проходит, то это онлайн у нас идет режим. То есть смотрят в прямой трансляции общественные наблюдатели, федеральные наблюдатели. И если какие-то происходят недочеты, то тут же сообщают. И мы это должны исправить. Или же если это какое-то очень такое, будем так говорить, нехорошее событие произошло, если вдруг мобильный телефон выпускник пронес или шпаргал, то это, конечно, вплоть до удаления. Что с собой имеет право на столе держать ученик? С чем он должен войти в класс для сдачи ЕГЭ? Ручка, паспорт. Ну и если это на экзамене предусмотрено, у нас есть некоторые предметы, когда можно пользоваться, ну, допустим, линейкой, транспортир, да, или непрограммируемый калькулятор, то вот это тоже можно. А что касается проверки экзамена, какие критерии изменились и изменились ли вообще они? Нет, предметной комиссии у них вот тоже проходила учеба, кардинальных изменений, в принципе, нет. Единственное, хочу сказать, что проверка будет в этом году всех экзаменационных работ в течение 10 календарных дней. Если раньше было в течение семей, потом 10 рабочих, то сейчас уже, несмотря на то, что на субботу, на воскресенье это выпадает, или праздничные дни там у нас в июне есть, это будет 10 календарных дней. А что делать ученикам, у которых совпадают даты сдачи экзаменов, которые они выбрали? Как быть в этом случае? В этом случае у нас предусмотрены резервные дни, поэтому у 11 классиков меньше таких совпадений, а вот у 9 класса, да, у них больше, они сдают в резервные дни, у кого совпадают. Есть ли дети, учащиеся, которые могут не сдавать единый государственный экзамен, или это обязательно для всех? Нет, сдавать должны все. Единственное, в этом году у нас есть 9 классик, который стал призером на заключительном этапе Всероссийских Олимпиад по биологии. Вот у него автоматически биология получается зачтена, а как экзамен в 9 классе, он ее сдавать не будет. Поговорили о лидерах, давайте теперь представим, что кто-то не сдал, к сожалению, единый государственный экзамен. Как быть в этом случае? Когда можно пересдать и можно ли вообще это сделать? Единый государственный экзамен, если по одному из обязательных предметов не перешел порог, то можно сдать в резервный день. Если же не пересдал и в резервный день, или оба обязательных предмета, и русский, и математика не перешел порог, то в этом году у 11-классников есть возможность в сентябре пересдать. Если в первый раз сдать не получилось, это никак не влияет на второй раз? То есть ты можешь получить любую оценку, набрать любое количество баллов, никак не учитывается твоя неудача? Нет, если ты повторно сдаешь, уже вот те последние баллы, это уже твои окончательно. А не указывается нигде, что первый раз ты не сдал экзамен? Нет, в электронной базе устанавливается уже тот последний результат, который получил на экзамене ребенок. Ну, я думаю, единый государственный экзамен и основной государственный экзамен для выпускников 9-11 классов. Думаю, что все пройдет хорошо, никаких недоразумений не возникнет. Будем надеяться на это и пожелаем нашим выпускникам удачи. Вам, Лариса Александровна, спасибо за беседу. Спасибо. У меня на этом все. Хороших вам новостей и до встречи на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»